Всем привет, друзья, с вами Фризен. Мы продолжаем игру под названием Калу Уаррес. В прошлой серии мы сражались с братьями Далтонами, бегали по болотам, нашли заброшенный пароход и в конце стреляли из пулемета. Так, просмотрим, что у нас тут имеется. Так, сначала посмотрю кое-что воспоминанием. Так, карточки все на месте, да? Ага, все карточки на месте. Хорошо, тогда продолжим. По правде, мои братья тоже практически погибли. Что? Твои братья? С чего ты просто так решил об этом рассказать? Был 1868 год, и мы с вашими братьями зарабатывали неплохие деньги, пригоняя Скотт, штат Мехико. Одна же ночь после того, как мои братья пошли спать, я зашел в одну забегаловку и подсел к паре ковбоев сыграть в покер. И просто не мог проиграть. Я даже выиграл старую испанскую монету, которой должны были быть не... Поэтому на следующее утро я был очень доволен собой, как и братья, и отправился в Техас. Но не успели мы пресечь границу, но эти ковбои нагнали нас. Там был Джонни Ринго, Роско Брайан и еще один подонок по имени Джим. Они хотели вернуть свои деньги и все остальное, включая наши жизни. Эти парни не горели желанием завоевать своих новых. Боб положил эту старую испанскую монету себе в рот и сказал, «Ничто не скажет, что я оставил тебе ни с чем». Лошади дали дёру, и мы остались болтаться с петок, пока эти ублюдки скакали прочь. Наконец, по тяжести нас в троих ветка обломилась. Но мои старшие были больше и тяжелее меня. Они были мертвы. И прямо тогда, когда я поклял себе, что отомщу им. История с Ринго вы знаете, Ринго. Но Боб ускользал от меня, пока я не слышал, что я приследуюсь к дикой банде. Ооо, вот и сейчас вот пошла, да, история рассказа? Вот это мощно, мощно, мощно. Так. Какие-то истории про братьев, испанские монеты. Ага. Поезд какой-то разрушенный. Я шел по их следу на несколько месяцев. С момента, как они покинули свое убежище в городе... Какой город? Это было отвязное сборище преступникам. С Бутчем Кэссием. Кэсси. Который грабил банки поезда. Среди них был Сидни Кэсси. И этот проклятый подонок, которого я выслежу, Роско Боб Брайн. А вы входили в одну огромную толпу? Нет, парень. Это бродячий цирк. Меня... Я слышал о большой партии золота, которые должны были перевезти в Уилтерштадт. Я предположил, что дикая банда ни за что не пропустит такой... Так, тихо. Что я качаю? Что я качаю? Большая концентрация в индикаторе больше еще. А здесь что? Стрельба по брошенному динамиту. Да я как бы не особо стреляю в эти динамиты. Подсказки о врагах за спиной. Замечайте врага даже вне поля зрения. Маркеры по краям экрана будут обозначать каждого врага поблизости, которого вы не смогли бы увидеть в обычных условиях. Слушай, это очень полезная способность. То есть, когда в тебя стреляют, тебе показывают индикатор, индикатор откуда в тебя прилетело, так? Но! С этой способностью я буду видеть индикаторы врагов, которых я не вижу. Блин, давай. Прикольно будет же. Ой, мне потом дадут какую-то золотую винтовку. Огонь. А здесь что? А-а-а, эти интересные. Все, закончил ты болтать, нет? Это что за пистолетик у меня такой детский? Обычный какой-то. Винтовочка вроде моя. Фиг с ним, ладно. Скорострел. Так, мы все еще ищем Боба и Рика в поезд. Так и хочется туда залезть. А-а-а, е-мое, надо же еще не забывать про то, что тут карточки надо искать, да? Я уже забыл. Только они там рассмотрели карточки, я уже про них забыл. Так, тут что-то крупное намечается с этим золотом. И вот эти Рика и Боба... Что это? Рика и Боба будут там. Но мы так рассчитываем на то, что они будут там. Блин, какой-то коридор мне узкий ведут, ведут и ведут. Ну, то есть, вроде открытое пространство, можно пойти влево и вправо, но нет. Ты упираешься в невидимую стену и все равно... Вот. Что это? Они взорвали мост, аномерая заставить поезд добились до верхней части моста. А, что ж, я решил, что дикая банда, скорее всего, не повреждений. Поэтому у меня не осталось иного выхода, кроме как приблизиться через развалины. Что там блестит? А это что за плитка в туалете? Разве раньше были такие поезда с плиткой? То есть, ты предлагаешь мне по этим вот разрушенным штукам лазить? Полезли. Хм. Тихо. там что-то может быть, да? В таких ящиках обычно что-то бывает. Да встань ты уже. Блин, отсюда грохнувся. У меня было твердое намерение заставить этого сукиного сына что-то сделать. Я ищу шляпы, карточки, все что угодно, дайте. Может, мне ничего не надо искать, они сами ко мне придут. Хей, я зайду в этот вагон. Я же умный, разумный? Ну, естественно, ну, конечно. Так. Ограбление в усилкос усилкоксе. Угу. Хорошо. А еще есть что-нибудь полезное? Газета. Буквы замазали зачем-то. Хорошо. Теперь можно немножко спокойно пожить. Ой. Я падаю? По-моему, да. Какая жалость. Кто же знал, что я упаду? Ну, я думал, я падаю. Но стоял на месте. Я ждал падения. И я его дождался. Тогда побежали, что ждать-то? Смотрим вниз. Пока, поезд. Слишком быстро он упал. Ой. А у вас тут что такое? О, это сам состав. Не шипи на меня. 14-й номер. А почему не 13-й? Было бы эпичней. Блин, а можно этот дым как-то замазать? Я про фотошоп думаю. Ладно, не важно. Или есть другой кадр? Хотя, какой нахер кадр? Тут все равно дым. Я застрял. Я застрял в балке. Хорошо, пойдем. Угу. Обрезанная винтовка? А что это тебе дает? Скорострельность максимум? Что это? Я обнаружил устройство, которое взрывает пути, который понял, что я иду в верхнем верном управлении. А, устройство, которое взрывает. И тогда я понял, что я иду в верном управлении. Ага. Хорошо. Я думаю, ты что-то подобрал. Подожди. Может, что-то подобрал? Нет. Ты можешь не болтать. Что ж, я иду снаружи. Делаем не вредим. Доскнулся на языках парней из банты. Ага. Оттуда я предоставила тут еще больше. Нахер это мне писать? Нахер он вообще разговаривает тогда, когда я стреляюсь. Это очень отвлекает, раздражает. Ладно, если бы я был по-русски. Тогда мне пришлось бы приводить. Но сначала я должен был унести отсюда ноги. Слушай. Конь, карета. Я ни на что не намекаю. Ну, может, поедем? Стоп. Мне вообще куда надо? На верхней части моста. А я разве не здесь? Только... Ага. Подожди. Что-то там... Эй, вы откликаете с истории. Темно не видно, нихера. То есть, если я пойду в туннель, то меня выкинет куда-нибудь сюда, в контрольную точку. Ладно. Кровь. А. Я человека уж убил. Запрыгните на мост. Сыкотно как-то на мост прыгать. Вау. Вот это было эпично. Я прыгнул из огня до плымя, потому что... Ну, и было эпично. Я... Одной ногой подскользнулся, начал падать обратно, но персонаж все равно схватился за перилы вот эти и не дал мне упасть. А почему ты не выглядываешь? Как ты, блин? Кто-то куда взялся? Вот эта хрень мне отвлекла. Ай! Я обнаружил банду, но чтобы добраться до Боба, мне нужно было пробиться через целую толпу головорезов. Ага. Понятно. Убейте, крабитель поезда, и отыщите Боба. Сколько много денег, а вы все тут стоите. Ну, в мешках-то золото, но деньги, надеюсь. Да нафиг мне эти дробовики, револьверы. Я карточки ищу. Outside, inside. Сороже поезду, и сквозь него так как только он мог поглядывать себе путь. Да, вышивай, ладно. Ой, 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 ой. Что-то еще сделал вообще хреновое. Вообще такое... Я забыл, что в этом режиме можно нацеливаться. Я думал, что это просто, знаешь, как заставка. Но когда они выскакивают, у тебя нет выхода. Просто на кнопки нажимай, и все. Я думал, что это тот самый момент. А что было с пассажирами? Это был, по большей части, грузовой экспресс. Насколько я помню, в тот день на борту не было пассажиров, или что? Ну ладно, что это? Скорострел. Ты такой только что выкинул. Бум! Бум! Голову. Бум! Бум! Ой, простите, простите, простите. Вот он еще стреляет. Убить и грабитель поезда, это ищите Боба. Слышь, Боба. Перезурядочка. Хорош. Так. Это что такое? Хм. Можно? Как я уже упоминал, я не любитель высоты, но тогда я был слишком зами поклоняться от пуль, чтобы беспокоиться о том... А, е-мое. Ты вон что предлагаешь. Я тебя понить. Ну, окей. Все мои шансы сводились к тому, что я так и иначе умру в тот день. Поэтому я решил держать столько блюков, сколько смогу. Стой, подожди, там есть какая-нибудь красивая картинка? Ну, кроме этого поезда. Ммм. Хрен поймешь, что это поезд, да? Просто какие-то дома, но... на окраине. Поезд так же в дыму. Отойди ты нафиг, пожалуйста. Ты откуда ты стоишь? Ой. А если упаду сейчас? Дебилы. Только пугаете. Опа-опа. А, это не то. Эта способность восстановилась. Да не может быть, чтобы на этой миссии была одна карточка. Что ты меня впариваешь? Опа. Выход наверх? Слушай, я не готов. Ага, другого пути у меня нет. Стрелок с дырбовиком. Иногда это походило на стрельбу в миру с одной лишь разницей. Сука. Да, взорв... Вот. Че он мне с первого раза взорвалась? Надеюсь, поезд от этого не упадет. А можно на крышу, нет? Жаль. Я хотел. А где деньги? Только одна шляпа осталась. Три шляпы осталось. Так, секрет. Джордж Плосконский Карри. Плосконосый карри. О, давай еще покачаем. Что тут можно? Казнь ближайших врагов. Попадайте в голову, даже не целясь. Нажмите и удерживайте и краткую. То есть Q. Вы будете расходовать вашу концентрацию на обозначение ближайших врагов. Для казни через безупречный выстрел в голову. Чем больше концентрации вы пожертвуете, тем больше их умрет. Легендарное оружие открыто. Золотая винтовка. Так. Здесь что будет качаться? Больше концентрации, дополнительный урон, концентрация за комбо, револьвер с костяной ручкой. Вау. Ну, значит, по верху пойдем. Это что? Оружие переражается в концентрации. Ага. Новый уровень. Ай, прекрати. Спасибо. Только я уже его... Что? Использовать? А, лестницу. Нихера себе. Ну, полезли. Я продолжал надеяться, что за... Вы имеете ввиду ту огромную армию пинкертонов, которых я читал? Что происходит? Ой, ой, ой. Это кто такой? Это кто такие? Джо Лейферд, Джефф Карр, Тим Келлер, Элизи Лей, Кит Карри, Буч, Большой Отряд Против Дикой Банды. Помощь? От Пиккентонов? Нет, сынок. Мне пришлось драться с Дикой Бандой в гордом одиночестве, как обычно. По жопе получил. Что это такое? Чуть-чуть происходит. Ой, простите, я не хотел выпустить. Это был вообще, нет? Так, ну если тут заперто, а там есть патроны, значит тут есть выход. Пофиг, поехали. Нырнем. Но, здесь кроме патронов ничего нет, да? А, ладно. Обманули меня с патронами. Я думал, цепь поломается. Кто там писает? А, бочки. Вообще-то я стрелял в цепь, надеюсь на то, что она лопнет и бочки убегут. Оказывается, я попал. Что ты орешь там? Оказывается, я просто бочку прострелил. По-моему, я попал ему в шею. За него дали 50 очков. Ага. Тоже мне стрелок. Динамит. Нафиг мне пихать динамит, если я им не пользуюсь никогда? Но если прям вообще жестко прижмет, то пару раз можно и бахнуть. А так-то он, по сути, бесполезный. А есть смысл вообще выходить отсюда куда-то? Ну просто, мало ли, где-то тут за углом валяется карточка. Это ж типа как мини- исследование? Прикольно, железки стучат. Как будто реально по железкам ходишь. Так, саморода где-то внутри, да? Я второго не вижу, уйди. Вот видишь, он весь обзор мне закрыл. Так сказать, я пропустил всю способность. Так, дыры в стене. Это название укромного убежища в горах Билл Хорт на севере штата Вайоминг. Ага. Ладно, будем знать, спасибо. Кто там опять писает? А где выход? А, просто прямо идем, идем, да? Это че за нахер? Полагаю, крошечные романы описывают эту историю совсем не так. Отправайтесь в погоню за дикой бандой. Че это? Деньги? Бабочки? Моль? Много налей? Э, в смысле ты... Че это? Че это? А, номинал какой? Двадцатки или что это? Десятки или двадцатки? Не понимаю. Или пятидесятки? Не, двадцатки. Хе. Вот вы заморочились. Вот это я люблю. Осталось всего пару мерзавцев, нужно было срочно их уложить. Где-нибудь вон там тоже будет аж пока. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот это мы любим, да? Хорош. Че-то же вторую миссию подряд дают пулеметы. Прям крутя. А че взрывается все? Я же так не взрываю ничего. Хорош прям. Где ты? Еще есть? Хе. Блин, обожаете пулеметы. А, Коба мне просрали все. Так неинтересно. Э, тихо там. Потом ползаю. Оу, отстань! У техомеров остался стволы, я отправился на поиски своего кровавого врага. С твердым верием. Но из живых меня встретил только Джордж, плосконос. Самый быстрый стволок в банде после Сэнфера, конечно. И Кид Кири. И может быть, Эли Лея. Ай-яй. Хотя некоторые... Я разучился стрелять, я забыл, как это делается. Я умру. Ай! Да, блин. Ну, смотри. С первого раза почти убил его. Вы сфокусировались за 78% скорость вашей руки была 53, а время реакции составило изменить положение руки с помощью F, чтобы... Угу. Угу. Я понять. только зачем мне это говорить, если я знать. Тихо, 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 тихо. На месте стой. На месте стой. Стой, красавчик. О, хорош. Тот самый день Билл Кирш и Скен Кит решили покинуть дикую банду и скрыться в Южной Америке. Вау! Мощно! Это все, что ли? Ууу! Они осели там, неспокойно жили много лет, но я уверен. Угу. Так-так-так-так-так. О! Свидетельств в подлинности три из трех. Чисто убито. Я прям чисто его убил. Хорош. Ой. Ладно. Размялись, повеселились. Надо будет только превьюшку найти. Но там не было ничего интересного. Ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok